Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Анатолий. Вместе с вами сегодня я хотел бы коротко порассуждать на такую тему, как можно ли и нужно ли опираться на прошлое? Чем старше мы становимся, тем больше у нас багаж прошлого. Наш опыт прошлого могут быть как позитивным, так и негативным, а также смешанным, что чаще всего, я думаю, у каждого человека бывает. И вспоминая прошлое, свои ошибки, мы расстраиваемся. Прошлое, оно может быть как другом, так и врагом. Если у человека прошлое было не очень приятным, хорошим, он старается его забыть. И наоборот, если прошлое, в отличие от сегодняшнего дня, было хорошим, позитивным, светлым, ярким, запоминающимся, приносящим радости, то человек может часто возвращаться в своих мыслях, воспоминания прошлого. Помогло ли нам это все, как негативное, так и позитивное в сегодняшнем дне? Вряд ли. Но, прежде всего, мы люди, и мы люди, свойственны нам ошибаться. Мы несовершенны. И когда люди на человеческом уровне поступают, то очень часто в их жизни приходят разочарования и ошибки. Люди, ведомые Богом, Духом Святым, конечно же, могут не ошибаться. И есть очень важные моменты в жизни каждого человека, из которых состоит его сегодняшний день и будет, возможно, состоять его завтрашний день. Поэтому сегодняшний день, он самодостаточен в том смысле, что сегодня есть очень много у каждого человека проблем, которыми надо заниматься. И есть очень много позитивного, на что необходимо опираться. И всегда надо искать в вопросах воспоминаний о прошлом, может ли это принести помощь в сегодняшнем дне. Что думаете вы на эту тему? Как часто вы вспоминаете прошлое? Помогает ли оно вам, эти воспоминания или прошлое в сегодняшнем дне? Утешает ли оно вас? Назидает ли, ободряет ли оно вас? Или, может быть, оно, наоборот, расстраивает и приносит огорчение? Просуждайте вы на эту тему, и я желаю вам Божьей милости и благодати. До свидания.